Весна, начало лета. Время отдыха на природе, садово-огородных работ и клещей. Во 2-й городской больнице Бийска то и дело появляются пострадавшие от их укусов. Врач Андрей Маркин говорит, многие приходят уже удалив с тела паукообразного самостоятельно. Но специалист категорически не советует этого делать. Некоторые люди бывает наковыряют, расчешут все, а потом приходят и говорят, посмотрите, не осталось ли клеща. И вот в этой массе некроза с кустка в крови увидеть остатки клеща – это просто нереально. А вот эти все рассказы про то, что на хоботок накинуть петлю, покрутить ее вправо, чтобы у него голова заточнила, намазать керосином, чтобы он задыхался – это все сказки. При первой же возможности, советует врач, нужно обратиться в медучреждение, где безопасно извлекут клеща и введут иммуноглобулин – лекарства, без которого могут возникнуть необратимые для здоровья последствия. В особо выгодном положении оказываются те, кто вовремя приобрел специальную страховку. Ее стоимость в разных компаниях около 200-300 рублей. Если полиса нет, иммуноглобулин придется купить в среднем за 5000 рублей. Детям до 15 лет препарат должны вводить бесплатно. До 14 лет включительно каждый ребенок, пострадавший от присасывания клещей, которые все дети, они имеют право на введение иммуноглобулина, получается, за счет средств, которые был закуплен краевого бюджета. Но нередко жалуются барнаульцы, бесплатной вакцины в травмпункте не оказывается. Люди рассказывают, что медработники, ссылаясь на отсутствие препарата, предлагают его даже для детей приобрести. В итоге многие, кто прежде столкнулся с подобной ситуацией, предпочитают не рисковать, а покупают страховку и для ребенка. Выходит, закон о бесплатном обеспечении иммуноглобулином детей работает далеко не всегда. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. Наши новости.